Что сейчас в мире происходит с точки зрения именно надежности, опять-таки, оборудования. Но, значит, интернет вещей, но, опять-таки, в России, в мире, это сейчас только в начальной стадии. Ну, в первой, да, наверное, или во второй. То есть есть интернет для людей, интернет для персональных гаджетов. У кого-то, наверное, есть уже холодильники с доступом в интернет, которые сами себе заказывают продукты, да? Ну, то есть купить это в России можно. Речь сейчас о том идет, что есть интернет для машин, именно как производственная система. Ну, и последняя стадия – это интернет для роботов. То есть мир сейчас от веслевой конференции проходит, которые именно говорят о том, что будущее за машинами, которые сами себя обслуживают путем заказа запчастей и, соответственно, роботов для обслуживания. Вот такая концепция. Сколько оборудование уже оснащается датчиками состояния, то, в принципе, машина может сама себе заказать запчасти и сервисную услугу без участия человека. Поэтому интернет вещей – это как бы интернет без участия людей. Ну, я к чему-то говорю, что для этого нужны, опять-таки, качественные данные, то есть качественная статистика надежности, отказов, чтобы машина правильно заказала запчасть вовремя. Ну, и, соответственно, пока из компаний, которые в России есть, более-менее активно в этом сегменте маркетинг делает САП, да? То есть они, по крайней мере, показывают это решение, то есть как интегрируются вещи в корпоративную систему управления и как они начинают обмениваться данными. Опять-таки, у нас речь про данные, да? То есть когда возникает неисправность, данные попадают автоматически в некую службу поддержки и автоматически высылается бригада, которая выполняет работы по устранению дефекта. То есть это чисто технологически уже возможно. Заказчиков таких проектов пока мало. Ну, тут в том числе и мобильное оборудование, соответственно, тут много разных примеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова